Всем привет! С вами Алексей, проект IceHockey 360. В данном ролике я хочу поговорить с вами о коньках Graf. Мне от российского представительства пришла достаточно большая посылка. Я все коньки здесь расставил на полу, чтобы было удобно их брать и показывать вам в этом видео. И думаю, что еще стоит поделиться какими-то новостями. Возможно, кто-то не знает, что сейчас происходит с брендом, что от них ожидать в ближайшее время. Думаю, кому-то эта информация может быть полезна. Также знаю, что некоторые подписчики мне, ну, бывает, напоминают о том, что я так и не выпустил обзор по конькам Graf Peak Speed PK7900, который тестировал уже достаточно давно. Но тут есть ряд причин. Надо, наверное, вот как раз сказать о том, что бренд Graf был основан в 1921 году. То есть это уже более 100 лет прошло. И это семейный бизнес. И сейчас уже приходит, скажем так, в этот бизнес пятое поколение семейства Graf. И нужно понимать, что приходит молодежь. У них все равно, как ни крути, немножко другой взгляд на то, каким должен быть бизнес. Естественно, они будут уважать и чтить свою историю, свою какую-то вот эту культуру бренда. Но времена изменились. И они понимают, что все равно бизнес надо немножко менять. Поэтому сейчас не совсем понятно, в каком виде все это будет оформлено. Если сейчас зайти, например, на сайт официальный Graf, то там достаточно сложно понять вот эту продуктовую линейку бренда. Потому что там есть новая Ultra, там есть Supra G, есть новая Supra GX, есть Peak Speed, есть вратарская линейка, есть линейка All Stars, куда входят все классические модели. Но там их много. Ну так, на вскидку помню 703, 705, 709, ушастые G7. И помню о том, что у Graf еще есть канадское подразделение Graf Canada. Там есть разделение на рынке еще. Поэтому сейчас достаточно сложно понять структуру вот этих всех продуктов. Graf, они не прекращали работу. Они просто не тратят каких-то там больших денег на маркетинг. Но все это время они занимаются производством, они разрабатывают новые модели. Я думаю, что у них как раз сейчас вот такой процесс изменений, становления. То есть все равно они определятся, что они хотят предложить рынку. Наверное, как-то это структурируют. Потому что на данный момент просто сложновато разобраться в их коньках. Мое мнение, что все-таки какие-то классические Graf, они останутся. Я думаю, что их также будут вручную производить в Швейцарии. Но они скорее всего предложат какие-то 2-3 регулярные линейки коньков. Но скорее всего их производство будет перенесено в Азию. В общем, пока некоторые вопросы есть. Но тем не менее, самое важное, что Graf они не прекращали производство. Они также развиваются. И я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе они определяются именно с тем, с чем они хотят идти дальше. И многое будет понятно и с этой моделью в том числе. Если вернуться к официальному сайту Graf, то я думаю, что актуальные и самые свежие коньки. Это как раз Supra GX. Написано, что выпущено в 2023 году. И это новая Ultra. Об Ultra я делал пост в своих соцсетях. Кстати, уж пользуюсь случаем, попрошу вас подписаться на соцсети проекта. Потому что на сайте выпускаются уже крупные обзоры. Они достаточно длительные в изготовлении. На это тратится много времени. Но в соцсетях я стараюсь активно какую-то информацию постоянно закидывать. И, наверное, основные 2 соцсети, на которые сейчас есть смысл подписаться, это ВКонтакте и Телеграм. Я думаю, там мы, во-первых, не потеряемся. Вы будете все время в курсе событий и будете постоянно получать какой-то контент о хоккейной экипировке. Так вот, в линейку Ultra на данный момент входят, получается, у нас 4 модели. Скажу 4, условно 5. Получается, это Ultra 875, 975, 1075, 3075. Это, получается, у нас 4 модели. Но также в продаже есть модель Ultra C. Это как бы флагманская модель. Пока, опять же, судьба ее непонятна. То есть, это конек уровня уже профессионального. С полностью композитным ботинком, как был в G75, похоже. Или что-то близкое к этому. Стоят эти коньки, я посмотрел в Европе, где-то 800 с чем-то евро. И пока непонятно, будут ли они в России, останутся ли они вообще в линейке. Или модели будут как-то еще пересмотрены. У меня в руках оказались 4 модели. Я вам сегодня покажу. Флагманской модели пока нет. И я не знаю, вообще, смогу ли я ее посмотреть. И вообще, ее судьба, опять же, также непонятна. Поэтому, давайте пойдем по порядку. В руках у меня самая простая модель 875. Я думаю, что внешне мы ее узнали. У нас с похожим или практически аналогичным корпусом ботинка у Bauer выходят коньки, предназначенные для активного отдыха. Там есть модель XLS и XLP. XLP чуть повыше уровня. Эти больше похожи на XLS. По отзывам уже, которые есть, как оказалось, что, в принципе, многие даже предпочитают покупать именно граф, а не Bauer, потому что они стоят подешевле. И сказали, что даже качество изготовления у граф лучше, чем у Bauer в этом ценовом сегменте. Возможно, так оно и есть. Получается, что у нас XLS от Bauer стоит порядка 12 тысяч. Взрослая модель 875 граф стоит 10 тысяч. Но если воспользоваться моим промокодом в официальном магазине граф, то будет скидка, по-моему, 10%. Итого получается уже 9 тысяч. Все купоны на скидку есть на сайте IceHockey360 в разделе PowerPlay. Всегда заходите, смотрите карточки, каких брендов там есть и какие предложения по скидкам предложены. Поэтому так вы сможете сделать, надеюсь, более выгодную покупку. Позиционирование этих коньков достаточно просто. Это активный отдых. Что это означает? Это массовое катание. Это игра в хоккей дворовый. То есть без каких-то... Ну, не знаю, у нас вот дворовая хоккейная лига вообще играет с катаной лентой в шарик такой. Можно играть и шайбы, если здесь нет каких-то сильных бросков. Плюс их в том, что они полностью морозостойкие. Здесь морозостойкий стакан, мыс и ботинок. Поэтому их использовать можно для улицы. Ну, то есть здесь все сказано. Наверное, это активный отдых. Это не профессиональная никакая модель. Подойдут для того, чтобы хорошо провести время. Там на улице играя с друзьями в хоккей. Либо с друзьями пойти просто покататься. Там сейчас очень зимой красиво заливают парки. Ну, получается как прогулка на коньках. Для этого данные коньки, мне кажется, оптимально подойдут. Здесь у нас с завода устанавливается вот такой на хлястике чехол. Здесь получается у нас лезвие из нержавеющей стали. У нас идут новые стаканы Venom Pro. И здесь стоит сказать о том, что Graf прекращает поставку коньков на своих стаканах Cobra. Как я понял, это касается вообще всех моделей. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, опять же, какая-то глобализация производства. Будут использоваться какие-то, видать, стаканы все-таки, скажем так, шаблонного типа. Посмотрим, что будет дальше. Но, опять же, стаканы Graf, они достаточно специфичные. Они самые, имеют низкий наклон. Они очень пологие. И, скажем так, когда я переходил кататься на Graf, достаточно тяжело после Bauer и CCM к ним привыкнуть. Потому что стопа практически без наклона стоит на льду. Очень непривычно. Не замерял пока вот этот стакан. Какая у него геометрия. Но думаю, что он все равно более агрессивный. Более соответствующий именно другим брендам. В данной версии стакан с лезвием, они интегрированы. Подошва здесь пластиковая. Опять же, идут просто клепки с металлическим цветом. То есть, они не покрашены. Что понравилось в ботинке? Во-первых, задняя часть очень жесткая, пяточная. То есть, фиксирует ногу жестко. И сам по себе ботинок, он не такой уж прямо и мягкий, наверное, который ожидаешь в этой ценовой категории. И еще мне очень понравился максимально жесткий стык мыска и стенки ботинка. Он абсолютно непродавливаемый. Все-таки при попадании шайбы в эту область будет не так больно. Чтобы показать их вам изнутри, я второй ботинок расшнуровал. Давайте я вам его покажу. Язычок у нас получается. Это просто где-то, наверное, миллиметров 8-9 черного войлока прошитого. Спереди идет просто отделка синтетической кожи. Разумеется, нет никакого усиления. Далее идет двойная стелька. Получается, внизу подкладывается вот такая полимерная. Я так понимаю, это для того, чтобы клепки не разрушали вот эту стельку из пены. На ней мягкая микрофибра. Кстати, пена достаточно плотная. Внутри у нас получается просто пластиковая черная подошва, стандартные клепки и микрофибра. В общем, в целом, я думаю, если вы в руках держали XLS или XLP от Bauer, то это по сути тот же конек, который можно приобрести дешевле. Но при этом получается, что если у вас в задачи входит именно какой-то активный отдых, вы не хотите тратить много денег, то вариант достаточно интересный. Они будут... Вообще, они на рынке есть в размерах US. По-моему, это с 28 по 32. Могу чуть ошибаться. Потом с GR это 32-38 и дальше до 47 взрослые идут. Насколько знал, у нашего представительства есть взрослые и юниорские. Цена там, по-моему, разница 9,990 за взрослые и, по-моему, минус 300 рублей за юниорские. Так, в целом, получается. Вот именно для этих целей конек очень даже неплохой. Но, опять же, я понимаю, что, наверное, аудитория, которая смотрит мой канал, мой проект, вряд ли эти коньки прямо будут интересны. У меня в основном такие энтузиасты, которые хотят взять что-то повыше уровня. Давайте смотреть, что у нас стоит в линейке далее. Давайте взглянем конек, который стоит на ступень выше. Это у нас Ultra G975. Уже видно, что ботинок более нарядный. Он больше уже отражает именно вот эту философию дизайна этой линейки. Что здесь хочется сказать? Во-первых, жесткость ботинка. Я думаю, вы помните вот эту философию, которая была в коньках G99035. У меня обзор есть на нее на сайте. И там была возможность конек выбирать с разной жесткостью ботинка. Был 75 flex и 85 flex. Я так понимаю, что граф продолжает, скажем так, в этой градации маркировать свои коньки. И давайте для сравнения скажу, что PK7900, которую я показал ранее, флагманская модель профессиональная. У нее жесткость стоит 90. Я так понимаю, flex. У модели 875 маркировки жесткости нет. Она начинается именно вот с этой модели. И она здесь равна 35. То есть все равно ботинок становится более плотный, более жесткий. Но просто, чтобы вам понимать, насколько разница между самым топом и моделью, которая стоит чуть пониже, она присутствует. В данном случае мы опять же получаем то же самое лезвие из нержавеющей стали. Тот же стакан Venom Pro. Опять же, лезвие впаяно в стакан. Усиленная пластиковая подошва. Есть черные плоские клепки. Что касается ботинка, то здесь у нас опять же ударопрочный, получается, мысок. И корпус ботинка. Корпус ботинка уже идет композитный. Здесь есть термопласт. Поэтому данные коньки можно отформовать. Но и вообще, если посмотреть, и будет видно на камеру, у них уже прямо продвинутая такая хорошая анатомия. Они имеют прямо сложную форму с выемками для лодыжек. Поэтому в данном коньке вы получаете уже и дизайн, и какие-то технологии вы можете отформовать. Поэтому я думаю, что, например, те, кто скажет, что 875 для них слишком простые. Но опять же, данные коньки скорее подойдут больше для активного того же отдыха. Просто если игроку хочется чуть лучше посадку, они поприятнее сидят на ноге. Их можно отформовать. Но в целом, я думаю, что примерно целевая группа у них одинаковая. Они стоят уже подороже. Вообще, они существуют в детских размерах. По-моему, от 8-го, то ли от 7-го до 13-го. И потом идут юниорские с 1-го по 5,5-го. И потом с 6-го до 12-го. По-моему, опять же, в российском представительстве есть юниорские. Они, по-моему, стоят 11 990. И взрослые 14 990. Вот такой ценник. Опять же, получается, что более нарядный конек. Он такой весь глянцевый. Но опять же, предупреждаю, что если их использовать достаточно активно, весь этот глянец, он хорошо смотрится пока конек на витрине. Но глянцевую поверхность, сами знаете, они собирают все какие-то повреждения. И на них все это будет более явно видно. Давайте покажу вам конек изнутри. Что касается языка. Опять же, это более, чуть более, наверное, может на миллиметр толстый войлок. Прошитый, чтобы лучше складываться и обжимать ногу. Но спереди, опять же, нет никаких усиливающих вставок. Более плотные синтетические материалы. Опять же, у Graf даже в профессиональных моделях. Даже вот я показывал вам ПК 7900, 9035, в которых я катался. Почему-то у Graf не принято ставить какие-то жесткие вставки. Они максимум увеличивают толщину языка. То есть набивают его чем-то вовнутрь. Но они не ставят какую-то жесткую вот эту вставку, как другие бренды. Не знаю, с чем это связано. Они считают, видать, что это более правильно. Ну, как бы, не знаю. У меня нет, как бы, ответа именно в чем кроется секрет именно подобных решений. Я знаю, что на самом деле есть игроки, профессионалы, которые любят именно просто мягкие языки. Хотя я не понимаю про тех ударов, которые прилетают в подъем. Насколько это им удобно. Но, тем не менее, это специфика Graf. Внутри у нас получается пластиковая подушва с ворсом. Сейчас такое уже редко встретишь. Вентиляции нет. И здесь замечу уже материал тоже микрофибра. Но она такая грубая, цепкая. Напоминает Vapor X 60 2009 года. Вот, наверное, представили вот эту такую терочку красного цвета. Она будет лучше просто фиксировать ногу. Стелька здесь более тонкая, чем в модели, ниже уровня. Но здесь есть вот такой плотный каблучок из плотной пены. Уж не знаю, для чего сделано. Но стелька такая больше как заглушка. Все-таки в 875 модели она такая более отформованная и плотная. Здесь у нас, опять же, есть мягкий ворс. Поэтому, повторюсь, конек, наверное, все-таки также для активного отдыха, но с более продвинутой посадкой, с возможностью отформовать. Плюс вот этот материал, он очень сцепкий. У вас просто нога будет в коньке лучше зафиксирована. В итоге контроль над коньком и эффективность катания будут выше. В целом, наверное, такое резюме будет по данной модели. Поднимаемся на ступень выше. В руках у меня уже конек G1075. По заверениям производителя, это уже полупрофессиональная модель. В целом, наверное, уже где-то так и есть. Конек уже ощущается намного более серьезным. Также выпускается в детском, юниорском, взрослых размерах. Знаю, что в российском представительстве взрослый конек стоит 16 490. Что здесь мы получаем? Получается у нас лезвие, также нержавеющая сталь, интегрирована в стакан Venom Pro. Но уже получаем внешнюю накладку подошвы, композитную. Но устанавливается она также, стакан также устанавливается на плоские покрашенные клепки. Здесь тот же ударопрочный мысок. Ну и, наверное, самое такое интересное обновление. Это увеличенная жесткость. Здесь получается уже, мы получаем сразу на 20 единиц более жесткий ботинок. Здесь уже жесткость у нас 55. При этом мы получаем вот такую матовую поверхность. Я думаю, что все-таки это пленка под карбон. Но выглядит очень красиво. Напоминает чем-то ПК 7900 с вот таким же матовым рисунком. И получается здесь у нас более мощные композитные составляющие. Две половинка, которые сшиваются у нас здесь по пятке. Полностью формуемые. Ну, то есть получаем, наверное, такой более износостойкий вариант в плане внешнего вида. Потому что он матовый. Мне лично очень нравится, как это выглядит. Потому что вот в ПК 7900 вот это матовое нанесение, оно действительно очень такое приятное глазу. Жесткость ботинка выше, полностью формуется. Давайте покажу вам, что внутри этих коньков. Стелька здесь уже имеет вот такой вид. Микрофибра. Она уже формованная, такая более с продвинутой анатомией. Пена более такая плотная уже с графикой. Внутри у нас получается опять же подошва пластиковая с белым ворсом. Вентиляции нет. Материал, опять же, очень похож на то, что мы видели в модели рангом ниже. Но здесь она такая все-таки более, скажем так, деликатная. Само плетение более мелкое, ворсистое. Но такое ощущение, как будто есть какая-то пропитка. Как будто все равно такое прорезиненное чувство. Вот этот материал, конечно, должен ногу фиксировать очень хорошо. Что касается языка, опять же, смотрите, толстый слой черного войлока, прошитый, чтобы лучше загибался по ноге. Но, опять же, жесткой вставки нет. Есть материал стойки к истиранию. Есть центральная дополнительная накладка из плотно-синтетического материала. Но жесткости какой-то здесь нет. То есть, это такой плотный, достаточно, получается, язык, но не твердый. Нет каких-то твердых поверхностей. И в целом, вот этот конек уже, конечно, выглядит интересно за свой прайс. В принципе, уже в нем можно играть в хоккей. Не скажу, что она и позиционируется как полупрофессиональная, непрофессиональная. Но это уже, наверное, вот тот уровень, от которого можно посмотреть данный конек, чтобы именно для игры в хоккей. Опять же, здесь важно понимать, на каком уровне играете. И второй, наверное, момент, это с какими игроками вы играете. Если у вас приходят хоккеисты, которые очень мощно бросают и прочее, то, конечно, лучше приобрести коньки покрепче. Но, в целом, данный уже конек, он крайне интересен к покупке. По крайней мере, по той цене, еще минус промокод. То, мне кажется, получается очень даже такое хорошее предложение. Плюс, мне кажется, и конек выглядит сам по себе очень достойно. Поэтому давайте двигаться дальше к модели G3075. Итак, в руках у меня образец Ultra G3075. Данная модель не в моем размере. Но я попросил конек в том размере, скажем так, в сайзране, чтобы вам показать. Чтобы вы хотя бы представляли, чем отличается данная модель от представленных ранее. Давайте тогда пробежимся по цене. Ну, я примерно прикинул европейскую цену. То, сколько у нас стоят модели. Я думаю, что данный конек где-то стоил бы примерно 23 тысячи рублей. Это, опять же, чисто мои прикидки. Пока в продаже его нет. Судьба этого конька тоже пока непонятно. Паяется, не паяется. Но давайте посмотрим. Здесь у нас, опять же, получается лезвие из нержавеющей стали. Вставлено в стакан Venom Pro. Опять же, появилась черная графика для большего контраста. Здесь также лезвие несъемное. Но и дальше есть обновление. Здесь у нас идет прозрачная пластиковая подошва. Увеличенной толщины. Все потому, что у нас здесь стакан установлен на винты. То есть, технология RMS, которая, в принципе, считается, наверное, такой узнаваемой именно по графу. Это они ее разработали, придумали. То есть, здесь вы можете просто отверткой выкручивать эти винты и поменять стакан. Но минус данного подхода в том, что приходится делать более толстую подошву, более массивную, чтобы винт туда заходил и нормально крепился. То есть, там такие втулочки еще нужно поставить. Поэтому, с одной стороны, да, вы можете прямо в домашних условиях использовать обычный подручный инструмент, чтобы поменять стакан. С другой стороны, массивность нижней части конька вырастает. Следующий момент. Внешний конек уже похож на 1075. Опять же, вот эта матовая поверхность под карбон. Выглядит красиво. Жесткость ботинка еще на 10 единиц выше. То есть, здесь уже получается 65 флекс. Плюс, что мне понравилось, дополнительная вот эта усиливающая накладка на стык между мыском и ботинком. Важное место. Его защитили как с внутренней, так и с наружной стороны. Здесь тот же композит. Просто более жесткий. Видать, просто материал взяли потолще, чтобы он получил большую жесткость. Полная термоформовка, продвинутая анатомия. Опять же, ударопрочный мысок. И в целом получается, наверное, давайте посмотрим, что у данных коньков у нас есть внутри. Стелька максимально аналогичная тому, что мы видели в 1075. Мягкий флис с принтом. Достаточно плотная пена. Опять же, язык. Смотрим. Толстый слой черного войлока. Прострочка, чтобы лучше сгибался. Я сгибал ногу. И вот здесь мы, наверное, вот... Опять же, я не могу назвать это жесткой вставкой. Но здесь добавлено, как будто это резина или что-то подобное. Но это, наверное, один из первых случаев, когда я вижу в граф подобное. То есть, они вставили уже дополнительную защиту. И в целом, этот конек, конечно, за счет этого сразу приобретает некоторые бонусы. Внутри вот у нас как раз получается подошва. Вот эти, если вам видно, металлические отблески. Это втулки, в которых как раз вкручиваются вот эти крепежные элементы. Материал сам красный, такой же, как в 1075. Но еще вот эти гриб нанесения для того, чтобы лучше ногу фиксировать внутри ботинка. Ну, здесь уже, разумеется, конек такой максимально интересный. Хотелось бы, конечно, увидеть в России. Потому что, если примерно по такому ценнику, то получается очень даже достойно. И усиленная передняя часть, и язык более мощный, и ботинок уже такой по жесткости. Но, опять же, это размер получается 8,5Р. То есть, на два размера меньше, чем те. Сами знаете, конек, чем меньше, он все время кажется такой более жесткий. Потом берешь чуть размер побольше, он становится мягче. Поэтому, ну вот, если кому интересно, это 8,5 размер. И в руках ботинок, ну такой уже очень крепкий. Повторюсь, жесткость здесь 65. Ну, а мы, наверное, двинемся дальше и посмотрим одну модельку линейки Supra. Ну, а теперь в руках у меня модель линейки Supra GX. Это, как я понимаю, обновленная линейка Supra 2023 года. В руках у меня флагманская модель, которая получила маркировку G515X. В эту линейку входят всего три модели. Это G115X, G315X и вот флагманская G515X. По цене, опять же, в России пока я не могу назвать, какая будет точная цена. Прикинул там в евро плюс-минус. Я думаю, что это там за 30 тысяч уже модель. Что мне здесь нравится? Я не знаю, как у кого, но когда я вижу вот этот салатовый цвет, у меня максимальная ассоциация с графом. И мне намного больше нравится дизайн, когда в нем используются вот эти салатовые вставки. Не знаю, красно-черный граф я не совсем воспринимаю так, как вот именно у меня глаз радуется, когда я вижу вот этот их фирменный цвет. С детства пошло, вот уж не знаю. Что мы получаем в данном случае? Опять же, это флагманский конек. Его уже можно называть профессиональный, потому что он такой крепкий, сбитый. Здесь все уже сделано достаточно интересно. Получается, у нас здесь лезвие, опять же, уже идет полированное. По крайней мере, может быть, не полное такое зеркало, но уже подготовка намного лучше, чем в коньках, которые я показывал ранее. Стакан Venom Pro. Лезвие интегрированное в стакан. Черная графика нанесения. Опять же, видим подошву прозрачную, достаточно толстую. Все потому, что здесь крепление так же, как на 3075 идет по технологии RMS. То есть, у нас, опять же, можно отверткой просто откручивать стакан, менять в домашних условиях. И плюс, это крепление, оно крепче, чем клепки. По крайней мере, граф нам об этом говорит. Если перейти к ботинку, то получается, здесь у нас тот же ударопрочный мысок. Здесь, опять же, есть усиливающая жесткая накладка перехода мыска в ботинок, как снаружи, так и изнутри. Ботинок, опять же, имеет этот рисунок под карбон. Но здесь он уже такой нематовый, полуглянцевый. Он не такой лакированный, как в 9035 был, но и нематовый, как в моделях, которые я ранее показал. Такой полуглянец, назовем это так. Что касается ботинка. Это композитный ботинок, полностью термоформуемый. То есть, здесь используется термопласт. И здесь уже жесткость заявленная 70. То есть, повторюсь, профессиональный PK 7900, это 90. Это у нас 70, 30, 75, идут с жесткостью 65. То есть, уже это ботинки такие плотные, сбитые. Мне кажется, уже вот прямо в этом плане хороший уровень. Именно для игры в хоккей. Они уже, ну, по крайней мере, мне нравится, как бы, вот это сопротивление. Опять же, это размер уже 9. Он чуть побольше. Но, опять же, повторюсь, конек надо сравнивать в одном размере, потому что, будь он чуть побольше, жесткость, возможно, стала бы уже не такой интересной. Давайте покажу вам их внутри. Шнурок тоже сделан черный с салатовой прострочкой. Здесь уже получается войлок белый. То есть, порядка 8-9 мм с прострочкой для лучшего сгиба. И здесь у нас получается... То есть, вот, показываю еще раз. Надеюсь, там в камеру было видно. Есть синтетический гладкий материал. Вот такой материал с грубой текстурой. И есть дополнительная вставка такая, ну, напоминает резину, либо полимер такой прорезинен. Достаточно твердая штука. Думаю, защита будет и от передавления шнурков хорошая. И в плане гашения энергии удара. Внутри у нас получается стелька. Она в целом такая же, как мы видели в линейке Ultra. Просто немного другая графика в цвет данной линейки. Но и внутри у нас получается идет белая подошва. Но вот здесь она пластиковая и уже без текстильного нанесения. То есть, это просто такой шершавый пластик. И дальше видны вот эти гильзы, в которые вкручиваются крепежные элементы, которые держат стакан. Сам материал, он здесь тот же самый, только черного цвета. Что в 10.75, что в 30.75. Но мы видим вот этих нанесений как-то больше. И они лучше подобраны, как бы дополняют, скажем так, дизайн. А не просто какие-то линии. То есть, здесь все как-то более можно сделано, более со вкусом, скажем так. В общем, конек в целом мне вот этот нравится. И, наверное, уже для более таких игроков, которые предъявляют какие-то более высокие требования, я думаю, вот можно смотреть на 515 Supra и 30.75 в Ultra. 10.75 тоже очень интересный вариант и по цене, и по свойствам. Но все равно, как я и сказал, те, кто уже такие более требовательные к конькам, им вот лучше смотреть, наверное, вот эту и 30 модель. 10.75 такой хороший выбор, скажем так, в массовом, наверное, сегменте. Получается, для тех, кто хочет начать играть в хоккей, и вот им нужны какие-то коньки. Мне кажется, что вот они для таких пользователей будут максимально интересны. Но на этом, наверное, все. Можно потихоньку прощаться. Показал все новинки, которые от Graph мне пришли. Сейчас их нужно будет так более углубленно изучить. Наверное, померить, самое главное, это высоту ботинка, померить стакан, его высоту, перепад, то есть наклон, чтобы уже в обзоре более четко показать всю эту геометрию, все различия с другими брендами сегодня. Так как 875, 975 и 1075 они в моем размере, то я в них обязательно покатаюсь. Просто мало их в руках подержать, пощупать, что называется. Хочется покататься и посмотреть, насколько они в эксплуатации, скажем так, какие дают ощущения. Очень жаль, конечно, что 3075 и Supra 515 не в моем размере. Но, повторюсь, я буду стараться держать вас в курсе событий, а для этого обязательно подписывайтесь на соцсети проекта, потому что все какие-то вот такие небольшие новости, посты практически ежедневно, я стараюсь туда размещать. Плюс вы там можете задавать вопросы, либо я, либо кто-то из сообщества, там много таких очень энтузиастов, которые будут вам рады тоже что-то подсказать. Ну и также, если у вас есть вопросы, вы можете на сайте IceHockey360 его задать либо в комментариях под нужной статьей, либо создать тему именно по своему вопросу. Только не пугайтесь, тема появляется сразу с моим ответом после модерации. На этом, наверное, все. Давайте прощаться. С вами был Алексей, проект IceHockey360. Я очень надеюсь, что мы увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok